День Города 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 В кабинет не сидят, они все в этом. Давай еще в кабинетах сидят. Вот поэтому мы все везде за границей. Рабочая поездка продолжилась посещением культурно-исторического комплекса «Михайловский сад», где 22 августа прошлого года по инициативе жителей города была установлена скульптура Архангела Михаила. Михайловский район порадовал на сегодняшний день. Я хочу сказать, что вообще Рязанская область радует. Она сегодня один из локомотивов, так сказать, и то, что касается промышленности, и части сельского хозяйства, особенно строительства. Ну и самое главное – обеспеченность детскими места в детских дошкольных учреждениях, ликвидация второй семейной школы и, конечно, самая главная задача – это обеспечение ветеранов жильем. И в завершение полпред и глава региона побывали в детской юношеской спортивной школе «Метеор». Здесь ведется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Рязанской области и Российской Федерации. Губернатор Олег Ковалев предложил министру транспорта и автомобильных дорог региона Евгению Межорину покинуть пост. 28 июня Ковалев провел совещание, где были представлены результаты проверки качества и сроков проведения дорожных работ в регионе. На совещании были представлены результаты проверки, проведенной по поручению губернатора Рязанской области межведомственной рабочей группы по контролю за состоянием автодорог, состоящей из специалистов Министерства региональной безопасности и контроля и Министерства транспорта и автомобильных дорог области. Глава Минрегбезопасности Глузунов доложил о выявленных нарушениях. Губернатор выразил недовольство работой областного Минтранса из-за ослабления контроля за исполнением подрядными организациями условий госконтрактов. Нарушение ими технологических требований и последовательности работ, а также низких темпов ямочного ремонта. Глава региона предложил министру транспорта и автомобильных дорог области Межорину написать заявление об увольнении. В противном случае он будет уволен по недоверию. Первому заместителю председателя правительства региона Ахметову глава региона объявил замечание. Напомним, что ранее был уволен министр ТЭК и ЖКХ региона Владимир Матюхин. Прошедший ночью в Касимовском районе в населенном пункте «Новая деревня» погибли два человека. Они стали жертвами пожара в частном жилом доме. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в два часа ночи. В результате жилой дом был полностью уничтожен огнем. Кроме этого повреждения получил соседний дом и хозяйственная постройка. Причина возгорания и ущерб выясняются. Это не единственный пожар, произошедший в регионе за последние сутки. В летний пожароопасный период возгорания случаются довольно часто, но не все из них заканчиваются так трагично, как в Касимовском районе. Сообщение о пожаре на улице Большой города Рязани поступило в 11 часов 17 минут. В течение пяти минут к месту пожара прибыл первый пожарный расчет. Из окна квартиры на седьмом этаже шел дым. Для тушения пожара была установлена автолестница. Не прошло и получаса, как пожар был локализован, а еще через несколько минут ликвидирован. Во время тушения пожарные эвакуировали шесть человек из соседних квартир. В результате возгорания повреждена комната и имущество на площади около 16 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Московским межрайонным следственным отделом города Рязани было завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве молодого человека и угоне его автомобиля. Это преступление было совершено в декабре прошлого года, но только недавно, в апреле этого года, подозреваемого в совершении преступления удалось задержать в городе Севастополь. Погибший Юрий Никифоров планировал продать свой автомобиль Opel Astra. Вот и поехал на встречу с потенциальным покупателем. Молодые люди встретились в поселке Борке. В ходе разговора между мужчинами возникла ссора. В результате обвиняемый избил продавца и нанес ему один удар ножом в область груди. От полученной колото-резанной раны молодой человек упал на землю. Обвиняемый переместил потерпевшего в рядом находящийся овраг и скрылся с места преступления на его автомашине. Произошедшие на парковке заметили очевидцы, которые испугнули преступника. Они же и вызвали на место скорую помощь. Но медики спасти жизнь Юры не успели. Спустя считанные минуты о случившемся узнали тысячи автомобилистов Рязани, состоящих в группе подслушанного водителей. Именно они первыми отправились на поиски угнанной иномарки. 2 декабря, наверное, где-то в полдвенадцатого мне позвонили мои друзья и рассказали о случившейся трагедии. Для нас это было, наверное, шоком. Это мягко сказано, да. Потому что практически в центре города, на парковке гипермаркета, лента в Борках, произошла трагедия. Ну и, наверное, мы безоговорочно решили действовать. Написали сразу в социальные сети о случившемся. И уже в 12 часов с ребятами мы собрались на как раз на том месте, на парковке ленты. Там было порядка, наверное, 200-300 машин. Мы распределили людей по районам города и разъехались искать этот черный Opel. Огнанный автомобиль в тот же день был обнаружен во дворе одного из домов на улице Интернациональной. Родные и друзья Юрия Никифорова, погибшего от рук человека, поставившего автомобиль выше человеческой жизни, до сих пор не могут оправиться от потери. Обычный парень, который любил машины, который любил жить, в принципе, очень жизнерадостный. И, наверное, за все время нашего с ним общения я вот о человеке об этом не слышал. Ни одного негативного отзыва, в принципе. Потому что всегда все о Юрии отзывались очень хорошо. Подозреваемый, между тем, долго скрывался, в том числе и в монастыре. Но в апреле этого года был задержан в Севастополе. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Период отпусков в самом разгаре. И для тех рязанцев, которые еще не успели уехать отдыхать на море, в деревню, или же для тех, кто вынужден проводить время в городе в связи с работой, тоже находится разнообразный досуг. В Рязани работают пляжи, городские парки, интерактивные площадки. Сегодня мы узнали у самих горожан, как и где они предпочитают проводить свое свободное время летом. На даче. А вообще хватает вам мест для отдыха в Рязани? Мест, дачи. А в городе? А в городе когда отдыхать? Надо работать. Мы отдыхаем в полянах на пляже и за городом на Ласковском озере. Вообще какое впечатление? Нравится ли вам пляжи Рязани? Пляжи Рязани в общем нет, но я считаю, что в полянах очень хороший пляж сделали, потому что он как бы за городом, я не могу сказать, что он рязанский. В Рязани? На Орешки можно. На Орешки можно. Или, допустим, в снаторе, в старец, там озеро, еще такое. А вот на Орешки вам нравится, как все построено? Да, здорово, очень хорошо потрудились, очень много аттракционов поставили. Воду почистили. Очень здорово. В целом довольны? Да. В Рязани можно ли это отдыхать? Да, конечно, можно. В Рязани, я, к сожалению, отдыхаю в Рязани. А где? В парках может быть или в Допутск? В парках гуляем по городу много. В принципе, все. Хватает вам мест для отдыха? Надо больше парков, как в Москве. В Москве вот все отлично, в Рязани большая беда. На Московском я там живу. Там у нас парк хороший. Фонтанчик где наш. Мне очень нравится наш город. Как бы у нас такие зеленые парки в центре города. В принципе, можно прогуляться также. У нас проходит каждую пятницу хорошая акция на почтовой. Я думаю, что для людей это такое приятное событие. Каждый вечер прогуляться по этим рядам, узнать, что это новое. Там туристко-информационный центр Рязанской области также присутствует. Мы в Рязани не отдыхаем. Почему? А где отдыхаете? Мы отдыхаем в деревне. Мы парковый отдых не предпочитаем. Мы либо активны, но на велосипедах покататься можно, в ЦПКО можно покататься. Там очень хороший асфальт сейчас. Там много народу на роликах и на великах. Для тех же рязанцев, кто все-таки готовится поехать отдыхать на море, стоит сообщить, что среди туристических направлений в скором времени вновь может появиться Турция. Президент России Владимир Путин заявил, что административные ограничения на поездки россиян в Турцию нужно снять. Он поручил правительству России вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами для того, чтобы восстановить взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах. После печального события, связанного с крушением военного самолета России Су-24, произошедшего на границе Турции и Сирии, народные депутаты Государственной Думы Российской Федерации выступили за незамедлительное прекращение авиаполетов между турецким и российским государствами. Этот запрет авиасообщения действует и по сей день. На днях президент Турции Эрдоган принес президенту России Владимиру Путину извинения за сбитый самолет. В послании Путину Эрдоган выразил заинтересованность в урегулировании ситуации. В первую очередь этой новости обрадовались любители отельного отдыха. В связи с закрытием Турции, туроператоры вложились в другие направления. Поэтому, если откроют Турцию, соответственно, российские туристы захотят вернуться на популярные турецкие курорты. И операторы опять понесут потери, так как деньги вложены в другие направления. До запрета на Турцию приходилось примерно 30% выездного потока, около 2,5 миллионов человек в год. Если запрет на продажу путевок для туроператоров будет снят, поток может быть сформирован в течение ближайших месяцев. Из-за снижения покупательской способности россияне стали все чаще планировать поездки за короткое время до отпуска. Турция может стать одним из направлений срочного выбора. Поток восстановится, потому что сейчас многие приходят и спрашивают, открыли ли Турцию, возможно ли туда поехать. Но поехать, если только самостоятельно, забронировать отель на букинге и авиаперелет, потому что туроператоры чартера в этом году не ставят. По мнению экспертов, если запрет будет снят в июле, первые продажи сформируются за два месяца, а полностью поток восстановится в следующем сезоне. Ведь у туристов сложилось впечатление, что там опасно, и тренд на путешествие по России уже набрал колоссальные обороты. Москва ожидает, что власти Турции примут меры, чтобы обеспечить безопасность россиян в этой стране. Это все новости, которые мы приготовили для вас на данный момент. Мы будем и дальше следить за развитием событий, чтобы вы оставались в курсе происходящего в регионе. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, успешной работы и приятного летнего отдыха. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok